Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами поговорим о моих хайлайтерах. Предлагаю начать с самого любимого и потом пойти уже к менее и еще менее любимому. Пожалуй, одним из самых любимых хайлайтеров в последнее время у меня является вот такой вот хайлайтер от бренда Bobby Brown. Это миниатюрная версия хайлайтера Pink Claw. Покупала я эту миниатюрную версию в Sephora. Стоила она, конечно, совсем неприличных денег, но благо я брала ее на скидках. Необычный дизайн и данный хайлайтер интересен тем, что у него красивейший зеркальный финиш. И при этом данный зеркальный финиш смотрится очень натурально, очень естественно. Кожа не зеркалит, как будто бы вы космический корабль, но при этом, как ни странно, не подчеркивается текстура кожи. У меня кожа проблемная, соответственно, поры расширенные, и мне приходится искать те самые хайлайтеры, которые не будут подчеркивать некрасивые моменты на моих скулах. И вот этот хайлайтер как раз-таки ничего лишнего не подчеркивает. Следующий мой любимец это хайлайтер от Наташи Деноны I Need a Nude Glow. Здесь огромнейшая упаковка, как видите. Видимо, данный хайлайтер останется со мной до конца моей жизни и положит его мне в гроб, потому что, скорее всего, он все еще к тому моменту не закончится. Здесь есть большое удобное зеркало, что хорошо. Сам хайлайтер достаточно желтенький, как видите, и это многих пугает. Но на самом деле на коже он не желтит и смотрится достаточно приятно. Тоже красиво данный хайлайтер зеркалит. Вот можете сравнить оба этих хайлайтера. Оттенок не придает коже ненужную желтизну, и при этом он также не подчеркивает текстуру кожи. Он очень бережно относится к текстуре, и за счет этого данный хайлайтер очень долгое время был у меня одним из самых-самых любимых. Следующий любимчик это хайлайтер Mary Lou от бренда The Balm. Этот хайлайтер без талька, как и вся продукция у бренда The Balm, и он действительно красиво выглядит на коже. Как видите, так же, как и у всех предыдущих средств The Balm, здесь есть много крупных частичек. Наверное, это потому, что формула без талька, и данный хайлайтер еще светлее, чем предыдущие. Вот он, немного заходит на Наташу Денону, я уж извиняюсь, но смотрится он очень-очень красиво. Этот хайлайтер достаточно старый на ютубе, его уже много раз показывали, много раз хвалили. Он уже успел стать неинтересным, но все же его эффект стоит рассмотрения данного хайлайтера к покупке. Все остальное уже мною менее любимое. Долгое время у меня в любимчиках был вот такой вот хайлайтер от бренда Joer. Уж извините, что он в таком неприглядном виде. Он у меня все-таки старичок, и оттенок это розовый кварц. Интересен данный хайлайтер тем, что он просто нереально зеркалит. Вы сейчас сами убедитесь в том, насколько он яркий. Просто бомба. На самом деле сейчас со всеми остальными хайлайтерами не очень бомба, выходит не так красиво. Но на коже, поверьте мне, на скулах этот хайлайтер сияет как звезда. Сначала в комнату заходит хайлайтер Joer, потом заходите вы. Настолько мощное здесь сияние. Хайлайтер от Becca Opal у меня тоже в миниатюре, тоже я его люблю. У него уже более рыхлая текстура, вот можете здесь увидеть. Он тоже очень красивый, он с желтоватым оттенком тоже. Он сияет очень ярко, очень красиво. И его удобно брать в различные поездки, потому что он практически не занимает места. Он очень легенький. Но из-за того, что он рыхленький, все-таки не уверена, что это большой друг путешествий. Возможно, он где-то у вас разобьется и раскрошится. В то время как многие другие хайлайтеры, чуть получше спрессованные, все-таки лучше переживут поездку. Самый спорный хайлайтер это хайлайтер Анастасии Beverly Hills Eyes Out. По поводу этого хайлайтера было много разных споров на ютубе. Кому-то он понравился, кому-то нет. В основном все сошлись на том, что хайлайтер очень красивый, что он дает действительно интересный результат. Но с собакой он желтит. Если бы не эта желтизна, то на самом деле он бы понравился очень многим. Но из-за этого желтого перелива многие решили, что им этот хайлайтер не подходит и то, что пользоваться они им не будут. На мне же данный хайлайтер сильно не желтит. У него, конечно же, желтый отлив, даже сейчас видно. Но он не придает болезненность лицу. Он не делает желтую полоску. Он очень даже красиво и интересно смотрится. Но, честно признаюсь, рука к нему тянется достаточно редко. Следующий хайлайтер это Tom Ford. Вы уже могли видеть у меня эту двушку в бронзерах. Я там тоже показывала это средство. В основном из-за вот этого нижнего рефила. Этот рефил я просто обожаю. Верхний же рефил это тоже хайлайтер. Вот такой вот светленький. И, честно говоря, он практически никакой. И как хайлайтер я его не использую. Слишком нежно, слишком деликатно, слишком незаметно. Как правило, я использую только вот эту нижнюю сторону в качестве бронзера. Хотя данный рефил многие также используют как хайлайтер. В частности, девушки, у кого кожа темнее, чем у меня, у них данное средство может смотреться как хайлайтер. Но все же, на мой взгляд, для моей светлой кожи это сияющий-пресияющий бронзер. Все остальное мной не так любимо по тем или иным причинам. Давайте разбираться, что же здесь не так. Хайлайтер от Revlon я покупала по совету Ленский Бьюти. Но взяла я не тот оттенок. Я взяла оттенок 202. А нужно было взять, по-моему, оттенок 201. Этот хайлайтер рекомендовали как аналог хайлайтера Анастасия Беверли-Хиллес Амрези. Но что-то пошло не так. И, видимо, другой оттенок. Либо в другой формуле, либо я не знаю, что не так. Первая проблема – это то, что он очень темный. Как видите, он очень выделяется на фоне остальных хайлайтеров тем, что он более рыженький. И, естественно, на моей светлой коже это смотрится крайне странно. Во-вторых, у него достаточно крупные блестки, что сейчас не видно. Но на коже, на скулах, поверьте мне, это просто как россыпь отдельных блесток. И это некрасиво. По этим самым причинам я с этим хайлайтером и не подружилась. Хайлайтер от Catrice брала по совету Ольера Тотом и тоже с ним не подружилась. Несмотря на то, что он, в принципе, симпатичный и вот он тоже с зеркальным финишем. Но этот хайлайтер, в отличие от других, подчеркивает текстуру кожи. Вот посмотрите, какая красота. Просто бомбическое, яркое, прияркое сияние. Но честно, так он подчеркивает мои расширенные поры, так он подчеркивает какие-то воспаления, что носить его на моей коже просто нереально. Если у вас кожа хорошая, без текстуры, без воспалений, то вам, скорее всего, понравится, если вы хотите что-то такое яркое и зеркальное. Но если есть какие-то малейшие недостатки, то нет. Нет, нет и еще раз нет. А хайлайтер от Color Pop на самом деле ничем плохим не выделяется. Просто он достаточно сухенький и в сравнении с остальными хайлайтерами к нему рука крайне редко тянется. Вот, посмотрите, тоже красивый перелив, красивый блеск, симпатичная упаковка, но просто рука не тянется. И поэтому я его отложила в ящик, из которого я потом косметику кому-либо раздаю. Вот такая огромная шайба хайлайтера от Wet n Wild мне не подошла тем, что здесь россыпь отдельных блесточек. И они действительно видны на коже как отдельные блестки. Вот, посмотрите, очень яркое сияние. Тоже покупала этот хайлайтер по совету Lensky Beauty. И к яркости хайлайтера претензий нету, но вот к тому, как он лежит на коже, претензии есть и очень явные. Как видите, растирается мягко, красиво зеркалит, красиво сияет. Но на моей коже, опять-таки, он, во-первых, лежит почему-то отдельными блестками. Возможно, стоит поэкспериментировать с кистью. Возможно, моя кисть просто не очень хорошо растирает данный хайлайтер. Но, помимо больших блесточек, еще есть подчеркивание текстуры кожи. Что, как вы понимаете, для меня номер фатальный. Поэтому, опять-таки, нет и еще раз нет. Хотя, красиво, конечно. С палеткой хайлайтеров от Dior я так и не подружилась. Я знаю, что многие любят эти хайлайтеры, добавляют их и на глаза, и на скулы. Но на мне их практически не видно. На мне это что-то больше напоминающее отдельные блесточки. Отдельные блесточки я не люблю. И потому никак не могу приложить в голову, в общем-то, как их использовать. Очень красивые, как видите, хайлайтеры. Классное, интересное сияние. Вот, вот они. Боже мой, какие же они яркие. Но, не знаю, что-то у меня с ними не пошло. На моем лице они не выглядят так красиво. На моем лице они не выглядят так красиво. На моем лице они так не сияют. На моем лице это, опять-таки, отдельные блесточки, которые практически не видно. Поэтому-то я и не дружу с этим хайлайтером. Потому что я не люблю средства, которые практически не видно. Хайлайтер в палетке Charlotte Tilbury тоже достаточно бесполезный, я уже множество раз говорила, он деликатный, сомнений нет, и он может быть для кого-то даже неплох, но, как видите, во-первых, желтоватый оттенок, и во-вторых, он настолько деликатный, что очень часто его практически не видно на коже, и за счет этого это не мой любимчик. Возможно, для кого-то, кто любит более деликатные полупрозрачные макияжи, это и неплохо, и я даже знаю людей, кто любит эту палетку, и в том числе, кто любит конкретно этот хайлайтер, но лично у меня не зашло. Хайлайтер от бренда Physicians Formula в скорее кремообразной формуле идет, она проминается вот так вот, как желешечка, и здесь у меня оттенок, какой же здесь оттенок, не совсем понятно, а, вот он, вот он оттенок. В общем, какая у меня здесь проблема, оттенок я взяла не тот, который хотела, хотела взять цвет шампанского, вышел оттенок жемчужный, и, как видите, вот такое розовато-сиреневое сияние. Выглядит-то, конечно, интересно и красиво, но не в качестве хайлайтера, сами понимаете. Куда? Ну вот куда вот это вот розовое на себя мазать, я не понимаю. Я пыталась, я, честно, пыталась с ним подружиться, но не пошел он у меня, и поэтому он лежит у меня где-то в стороночке и скучает. Хайлайтер от бренда Эллен в оттенке Санкист, в общем-то, неплохой, я уже говорила про него в видео про бренд Эллен, но, к сожалению, просто, наверное, мне не подошел оттенок, и хайлайтер данный очень-очень деликатный. Сейчас вы видите достаточно красивое сияние, очень естественное, немного влажное, но, к сожалению, на коже я такого эффекта не вижу. На кожу я вообще практически не вижу этот хайлайтер, и поэтому я с ним и не дружу. Хайлайтер от бренда Люкс Визаж всем хорош, ничего плохого про него сказать не могу. Достаточно редко использую, потому что рука не всегда тянется к жидким средствам, но в целом хайлайтер очень даже ничего. Стоит он каких-то смешных, откровенно говоря, денег, а эффект дает бомбический. Вот посмотрите, какое зеркало, просто красота. На кожу, к слову, он не так хорошо передается. Это он на сводче так сильно сияет, на коже он становится более деликатным, и если тушевать кистью, то вообще ничего не заметно. Я же предпочитаю его подтушевывать пальчиком. Вот если пальчиком его распределять, тогда хайлайтер есть. Если кистью, то велика вероятность того, что на коже не будет видно ничего. Но для бюджетного кремового хайлайтера это очень даже хороший вариант. И последний хайлайтер, хайлайтер от Бекка, оттенок опал. Уже не знаю, можно ли приобрести данный жидкий хайлайтер. На самом деле он достаточно красив, и он долгое время был у меня в любимчиках среди жидких хайлайтеров. Но он не обладает какими-то особенными свойствами, откровенно говоря. Тот же самый хайлайтер от Люкс Визаж будет выглядеть плюс-минус точно так же. В целом неплохо, но отдельно его покупать я бы не стала. Лично я покупала этот хайлайтер в наборе вместе с миниатюрой вот этого самого сухого хайлайтера опал. Вот вместе они были неплохим комплектом. Но отдельно покупать полноразмерный такой хайлайтер я бы не стала. А миниатюра такая, по-моему, отдельно не продается. Экстренное включение. Совсем забыла я про еще один хайлайтер. Он у меня тут завалялся под подушкой, простите. Это хайлайтер от бренда Vivienne Sabo. Это вот такая двушечка. Совсем недавно мы с вами этот хайлайтер видели в отдельном видео про косметику Vivienne Sabo. Оба хайлайтера с одинаковым финишем, они просто чуть-чуть отличаются по оттенку. Хайлайтеры, кстати, неплохие, достаточно яркие. Совсем чуть-чуть подчеркивают текстуру, но не критично. Учитывая то, как дешево стоят эти хайлайтеры, на мой взгляд, это очень даже неплохой вариант. Но я уже говорила в том видео, что упаковка здесь не очень удачная. Она хоть и лаконичная, и обтекаемая, и тоненькая, но чувствуется, что пластик дешевый. И если для вас подобное оформление критично, то, наверное, это не ваш вариант. Но если вас больше всего интересует наполнение, то в целом хайлайтеры, в общем-то, и неплохие. Ну что ж, это все хайлайтеры, что я хотела вам показать. И давайте еще раз посмотрим на свотчи. Вот такие у нас вышли свотчи. Все хайлайтеры разные. Разные формулы, разные оттенки. И я постаралась на этот раз поговорить обо всем побыстрее. Надеюсь, вы оценили мой порыв не затягивать видео на 20 минут. Очень надеюсь, что при монтаже опять-таки все не растянется. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.